Многие люди утверждают, что самое настоящее карате Карате это старое карате, которое мы должны сохранять в неизменном состоянии Дабы не растерять знания мастеров древности, ибо они понимали в настоящем бое Ну, а мы получается ничего не понимаем Карате, которое мы с вами изучаем, на самом деле довольно молодое боевое искусство Которому еще нет и 100 лет Сначала на Окинаву привезли ушу и изменили Получился прародитель современного карате, то-те Затем его привезли в Японию и снова изменили Получилось карате до Затем Накаяма изменил то, чему его обучал Фунакоши И этот процесс не остановить Карате менялось и будет меняться, как бы это кому не нравилось Меняется время, меняются люди и методы ведения боя Из современных героев карате можно выделить братьев Мачидо Которые являются одними из самых успешных каратистов в мире боевых искусств Однако, чтобы добиться этого успеха, им пришлось внести некоторые ключевые изменения в их карате И сегодня мы посмотрим видео, в котором Лиота и Чинза Мачидо покажут нам эти изменения А я напомню, что Мачидо тренировались у своего отца Настоящего японца, переехавшего в Бразилию из самой настоящей Японии У которого сейчас восьмой данный, который является главой GKA Бразилии Поэтому обвинять братьев в том, что они учились ненастоящему карате, точно нельзя Давайте я вам покажу простой пример Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Позвольте, я задам вам такой вопрос Какое настоящее предназначение у карате? Вы, скорее всего, ответите самооборона Необходимо определиться с философией вашего карате Которая важна в вашей повседневной жизни И как вы можете это применить в современном мире? Как вы будете это применять при самообороне? Почему мы должны сохранять ту же самую систему Которая использовалась с тех самых пор, когда карате было создано? Сейчас появилось столько новых боевых искусств И люди, изучающие карате, понятия не имеют Как освободиться от гильотины, от захвата головы Зато все с черными поясами Но ничего не умеют Почему? Наверное, что-то все-таки пошло не так Карате известно как такое угловатое, жесткое и не очень подвижное Особенно так называемые супер традиционные стили Где малейшее отклонение от рисунка ката Практиковавшегося более ста лет назад Считается грубейшим нарушением И теперь, когда мы все это понимаем Мы посмотрим на то, как изменилось карате мачидо По сравнению с традиционным карате Это и тайминг, и точность, и уделяемое внимание на технике локтей с коленями Противник не будет стоять напротив вас целый день и ждать, когда вы там приготовите свой прием Зачастую ката не учат о вас правильно Многие формы очень квадратные Ну, посудите сами, сколько раз подобное случится в бою Например, в Хиан Йондон есть такое движение Захват и удар коленом Само по себе действие очень эффективное Колени очень эффективное оружие Но в реальной ситуации подобное навряд ли когда-нибудь случится Поэтому на тренировках необходимо, чтобы партнер держал подушку А вы отрабатывали удар коленом до автоматизма Постоянно меняя при этом угол атаки, меняя захват Это более реально и это легче применить Позвольте я приведу очень простой пример Я спрошу вас, почему вы тренируете хиките? Но во время боя вы не используете хиките таким вот образом В бою самое правильное поднимать руку к голове, иначе вы можете пострадать от встречного удара С самого начала мы обучаем людей держать руку вверху, поскольку это дает нам две вещи Первое, это возможность быстро защитить себя И второе, это более быстрая последующая техника Если делать традиционным способом, то это занимает больше времени и более заметно И более длинная дистанция, которую должен пройти ваш кулак Всю жизнь, отрабатывая хиките старым образом, это входит в привычку И становится очень трудно переучиться поднимать руку к голове Вы вот это используете в качестве блоков, супер-пупер блоков Да, короткие блоки В традиционном карате это называется сотууки, это очень большое движение Но здесь, в Академии Мачидо карате мы изучаем то же самое, но в короткой версии Как вы этот блок будете использовать, так мы его и тренируем Вы не будете в бою делать вот такие большие амплитуды Вы должны спросить себя, почему мы тренируемся одним способом, но используем совершенно по-другому Вот так, коротко, вместо большого замаха У нас не будет столько времени в бою Защита достаточная, чтобы не получить удар в лицо Первые изменения это как мы используем, так и изучаем Когда карате получила огромную популярность, то возникла необходимость иметь возможность обучать одновременно много людей И как обычно в таких случаях происходит, многие вещи изучаются не столь глубоко, как хотелось бы И вам приходится обучать людей таким образом, чтобы те могли обучаться сами, в одиночку Такую возможность дают ката Проводя так много времени, отрабатывая техники в воздух, без контакта с противником Мы теряем массу переменных, ключевых аспектов поединка Однако и здесь мачидо внесли большие изменения в свое карате Изменения, которые необходимы для того, кто хочет действительно научиться искусству боя Возможность тренироваться одному очень важна Поскольку вы можете подкорректировать свою технику, исправить то, что у вас получается хуже всего Но как только у вас появляется возможность поработать в паре, сразу же необходимо этой возможностью пользоваться Например, если я научился ездить на велосипеде для фитнеса, я уверенно на него вскакиваю, быстро кручу педали Ну все, я готов, давай покатаемся на настоящем велосипеде И что же получится, если вы начнете ездить без боковых колес, как у детского велосипеда? Вы и тогда скажете, что готовы? Конечно, нет Но как же так? Я же кручу педали Но это совершенно разные вещи, баланс другой Поэтому, если вы не будете учить людей реальным комбинациям на лапах Не будете учить, как бить, движущуюся цель, как включать в работу плечи, суставы и прочие мышцы Это совершенно разные вещи Кататься на велосипеде можно по ровной дорожке в парке, а можно и в горах И даже выполнять трюки Существует множество видов катания Точно так же существуют разные виды бойцовской подготовки Вы должны быть готовы применять свою технику в самых разных ситуациях В нашей системе мы используем кумите-ката Это как ката, но больше похожий на реальный бой Мы всегда делаем это с боксерскими перчатками Но Лиота сейчас будет без перчаток, потому что он крутой Первый удар это Майя Герри Немного двигаемся Два-три Далее я атакую, и он блокирует, и контратака Теперь Маваши Герри, шесть-семь Теперь немного назад, и восемь-девять Теперь я иду вперед, раз-два-три И снова назад, раз-два-три И все заново Раз, двигаемся, двигаемся, два-три Сбив и контратака, четыре-пять Шесть-семь Восемь-девять Вот такие у нас ката Тем самым вы нарабатываете чувство дистанции Учитесь передвижению Блокируете и контратакуете Несмотря на то, что это определенный порядок действий Тем не менее, ни одно из повторений не бывает одинаковым Совершенно верно Я понял Вообще это довольно круто Я, пожалуй, даже стырю некоторые идеи отсюда Когда дело касается традиции То какие-либо изменения встречаются в штыки И карате это тоже касается И коль у нас в карате существуют Подобные зацементированные традиции То пробиться через них Каким-либо свежим идеям довольно затруднительно И когда хоть какое-то изменение происходит То это, как правило, что-то очень важное Как вы тренируетесь, так вы и будете применять это на практике Вы наверняка видели, что многие каратисты Начинают убегать от атаки подобным образом В отчаянии И мы чувствовали, что необходимо что-то изменить Мы выросли на традиционном шатакан карате Поэтому, когда вы переходите в ММА И спаррингуете против кикбоксеров Или тайских боксеров То ты чувствуешь себя очень в неудобной ситуации Потому что мы по привычке делаем одиночный выпад А соперник блокирует И тут же начинает серии контратаковать И ты не знаешь, как защитить себя Тебе необходимо адаптироваться Когда мы осознали эту необходимость То эти изменения перевернули для нас все Потому что сейчас мы можем контролировать дистанцию Если противник идет на сближение То мы контролируем ситуацию Мы можем блокировать И мы полностью видим все, что происходит в бою вокруг нас Карате – это не одиночные движения Где ты будешь тренироваться в одиночку И полагать, что сможешь защититься подобным образом Для полноценной тренировки необходим соперник Вы должны чувствовать контакт Могу привести пример с ручкой Основное предназначение ручки – это писать Но некоторые дамы используют ручку, чтобы закрепить волосы Или надуть воздушный шарик Или взорвать этот шарик С ручкой можно вытворять множество разных вещей Но основная задача – это писать Я не говорю, что использовать ручку для чего-то другого – это неправильно Но используя ее таким образом Вы уходите дальше и дальше от той цели Для которой ручка была создана Вот такие вот дела, друзья, на сегодня Пишите обязательно в комментариях Что вы думаете по этому поводу Ну а также подписывайтесь на наш канал Ставьте ваши лайки Делитесь этим видео с друзьями И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok